Только что в Министерстве обороны России закончилось совещание, на котором объявлено о начале внезапной проверки боеготовности Южного военного округа. Его войска, отдельные соединения ВДВ и военно-транспортной авиации этим утром в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего подняты по тревоге. Как много военнослужащих задействовано и какие задачи перед ними поставлены, об этом рассчитываем узнать у нашего корреспондента Ивана Прозорова, который следил за ходом селекторного совещания на Фрунзенской набережной. Итак, Иван, вы в прямом эфире, мы ждем от вас подробностей. Алёна, здравствуйте. Точное количество задействованных военнослужащих и соединений пока неизвестно. Известно лишь, что воинские соединения, военнослужащие и техника уже выдвинулись в назначенные районы. Это произошло в 5 часов утра, когда стало известно о начале масштабной проверки по решению Верховного Главнокомандующего. По уже сложившейся традиции последних лет, происходят учения не на полигонах, к которым военные привыкли, а на полигонах, которые находятся далеко от их частей, на больших расстояниях, чтобы маневры происходили не по отработанной схеме, а действовали военные нестандартно и отрабатывали выполнение нестандартных задач. В этой глобальной операции будет оцениваться действия каждого военнослужащего. И на совещании с руководящим составом Министерства обороны Сергей Шойгу этим утром поставил задачи и раздал поручения. Главнокомандующего Воздушно-космическими силами геополковнику Бондареву осуществить руководство проверкой 4-й армии ВВС и ПВО, контроль отработки вопросов преобразования и перебазирования авиации, отражения и нанесения массированных авиационных ударов, организовать подготовку полигонов для выполнения авиации, практического бомбометания, оценить обучаемых по результатам выполнения учебно-боевых задач. Кроме того, задействованы будут отдельные соединения в воздушно-десантных войсках, также перебросят в районы выполнения боевых задач, для чего задействуют самолеты и вертолеты, собственно, транспортной авиации. Проверять будут войска и Южного. Кроме войск Южного военного округа, в операции будут привлечены соединения Центрального округа. Это система управления. Как заявили в Министерстве обороны, особое внимание этому уделят. Это проверки готовности систем управления войсками и особо развертыванием полевых пунктов управления. Кроме того, проверят готовность авиации и сил ПВО к отражению ударов воздушного противника и защите важных военных и государственных объектов. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, в ходе этой масштабной проверки войска Южного военного округа должны продемонстрировать готовность отреагировать на кризисы различного характера. Это и ликвидация природных и техногенных катастроф, и борьба с террористической угрозой. В целях выполнения этих боевых задач созданы две рабочие группы. Все воинские части уже получили особые указания. Совещание с руководящим составом Минобороны завершилось буквально полчаса назад. По словам министра обороны, масштабная проверка сил Южного военного округа завершится в конце недели крупными оперативными и тактическими учениями. Но и особое поручение Сергей Шойгу дал своему заместителю, чтобы заместитель министра обороны проинформировал военных атташе иностранных государств о проведении этих крупных учений и проверке войск Южного военного округа. Алена. Да, Иван. Иван Прозоров о совещании Минобороны, на котором был объявлен о начале внезапной проверки боеготовности Южного военного округа.